Жители многоквартирного дома на северо-западе Челябинска борются за квадратные метры. Они уверены, сейчас платят за обслуживание общедомового имущества, которое официально им не принадлежит. Жители дома 378А по проспекту Победы показывают выписку из Росреестров. Общая площадь многоэтажки в 11 подъездов по документам 11 361 квадратный метр. То есть это наши квартиры, которые приватизированы. В платежных документах, которые нам приходят от управляющей компании, содержание и ремонт общедомового имущества, указана общая площадь 18 235. То есть по факту 6 856 квадратных метров общедомовой площади не переданы на баланс собственникам. Жители подсчитали, платят управляющие компании за фактически общее, но формально бесхозное имущество около 5 миллионов в год. При этом утверждают, работы коммунальщиков не видят. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения, благоустройственными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома. То есть 646 тысяч у них вот это вот заложено. И в отчете на ГИС ЖКХ у них якобы деньги так и потрачены. Вот эта сумма. Нет, я не вижу. Вот, пожалуйста, клумбу, которую я своими руками посадила. Цветы не высаживают, деревья не подрезают. Провода утопают в листве. За помощью жители обратились к общественнику Алексею Севастьянову. То, что общая площадь не указана в Росреестре, приведет к тому, что люди не смогут сдать свой подвал, если захотят, в аренду, в пользование. И получать с этого прибыль. И второй порог, что наоборот, частники, имущество, которое не входит в дом, могут оформить каким-то образом на себя. И потом люди только через суд смогут оспаривать эти сделки. Алексей Севастьянов посоветовал жителям обратиться в кадастровую палату, чтобы там устранили ошибку. Ибо обещал помочь инициативным челябинцам организовать собственное ТСЖ, чтобы они могли сами решать, сколько и на что тратить.